Начало маршрута. Точка отсчета. Детская библиотека. Инструктаж от гидов. Выдача оборудования. Это специальные многоканальные наушники. И в путь. Такой постановки в нашем театре никогда не было. За пределами самого театра нужно пройти маршрут в 3,5 километра. Слушать спектакль через наушники и принимать участие во флешмобах. Все, что происходит на маршруте, заранее запланировано и срежиссировано. На каждый метр пути свои слова, свой отрезок повествования. Все это про новый форум, который придумал Новорайский театр. Спектакль «Променад. Созидатели». Идея не на вам. Такие формы уже пользуются популярностью во многих городах страны. Там звучит аудиоспектакль, который специально записан, смонтирован голосами артистов театра, музыки, драмы и комедии. Сюжет очень необычный, потому что идет перемещение по времени. Называется он «Созидатели», потому что здесь очень много созидателей, здесь очень много интеллигенции. Мы это видим на улице. И спектакль скорее о том, чтобы зрители как-то чуть-чуть по-другому посмотрели на свой город. Сюжет таков. Живущие в далеком будущем молодые люди стоят перед выбором. Остаться в Новорайске после окончания института или же искать счастье в большом городе. В руках у них машина времени. И благодаря ее поломке они перемещаются по разным годам прошлого, знакомятся с людьми, видя становление своего родного города. «Созидатели» — это жители Новоральска. Все вы. Вы каждый день своими поступками, казалось бы, совершенно обычными, своими проектами, которые вы придумываете и реализуете, вы и делаете город. По сути дела спектакль об этом, что мы все живем в том месте, где мы живем, и мы придумать проект не просто так, мы формируем будущее. И спектакль у нас, то, как мы живем сейчас, то, как мы жили в прошлом, глазами людей будущего. Надо сказать, что группы по 20 человек выглядят, наверное, странно для горожан. Идут, улыбаются, машут кому-то руками, на лицах удивление или улыбка, или восторг. И все это в полной тишине, ведь все звуки в наушниках. Главное — довериться гидам. Расслабиться, прислушиваться к звукам в наушниках, попытаться увидеть родной город совсем с другой стороны. Ну, во-первых, это очень интересная форма. Здорово, что новое поколение актеров театра находит свои смыслы и свои сегодняшние, современные приемы для того, чтобы сохранить вот то лучшее, что всегда присуще нашему театру. И привнести то, что интересно сегодняшним поколениям, подрастающим поколениям новоуральцев. С точки зрения самого наполнения спектакля, мне кажется, что решение прогулки, променада по любимому городу — это прекрасно. Это возможность 3,5 километра бодрым темпом пройти, окунуться в атмосферу. Особенно хорошо это, когда совпадает с прекрасной погодой. То, что касается наполнения смыслового, я бы, наверное, немножечко добавила того, что онтологически присуще нашему городу. Если это рассказ об истории, а мы говорим о созидателях, да, может быть, вот исторических моментов, которые связаны с тем, что это две первые школы на этом маршруте, старый центр, ансамбль площади, вот с точки зрения того, что он значит для нас, для горожан. А так прекрасно. Впечатления участников разные. Каждый нашел что-то свое в этом спектакле. Мы рады, что театр начал поиски новых форм. И, в общем-то, свершилось, этот поиск закончился каким-то результатом. Эта форма имеет право на существование. Мы думаем, что театр не остановится и будет искать новые темы для изложения вот в такой форме представления истории нашего города. А может быть, предприятия, а может быть, людей. И хочется посоветовать руководству театра, когда они готовят ту или иную тематику, создавать экспертную группу из людей, которые были связаны с историей города, с предприятием, знают того или иного человека и могли бы детально рассмотреть и обсудить затронутую тему. А по итогам увиденного было бы неплохо собрать круглый стол, не очень большой, но с людьми, знающими эту тему, и обсудить для того, чтобы в будущем просто избежать каких-то недопониманий и неточностей в изложении затронутой темы. В Театре музыки, драмы и комедии нам по секрету рассказали, что уже есть идеи по продолжению постановок в таком формате. Согласитесь, он нов и интересен. А уж сюжетов для таких вот променадов в нашем городе бесчисленное количество. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Объектив. Итоги.